Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В этот день Во время этой акции поймем с вами все Что самое дорогое Это жизнь Ведь человек рождается Для того, чтобы жить Чтобы жить Чтобы создавать семью Рожать детей И продолжать свое поколение После митинга во имя любви И семейных ценностей Участники акции выпустили в небо воздушные шары Завершилось мероприятие небольшим концертом Совет женщин нашего города Организовал праздник для ребятишек Из многодетных семей детей инвалидов В первый день лета На мероприятие в кафе Десналэнд Пришли 30 маленьких десногорцев Для них была подготовлена веселая Развлекательная программа с аниматором И организован сладкий стол Такие праздники у нас в городе уже стали традицией Уже в четвертый раз в Десногорске Проходит фестиваль-конкурс детского творчества Зажги свою звезду Главная цель фестиваля – поиск юных талантов И развитие детского творчества В нем принимали участие талантливые звездочки В возрасте от 4 до 12 лет 27 мая в зрительном зале Городского центра досуга Конкурсанты соревновались в трех номинациях Вокал, художественное чтение и хореография В этом году фестиваль обрел статус международного Так как принимал участие из Венгрии Хореографический коллектив Девочки из Гириена Они исполнили танец по венгерским мотивам В первый день летних каникул Сотрудники МЧС устроили для детей праздник Акция под названием МЧС за безопасное детство Прошла во дворе школы номер 2 Цель акции – показать работу Десногорского пожарно-спасательного гарнизона Работу пожарных спасателей Также показать технику Используемую в наших пожарных частях Большое скопление спецтехники Произвело на детей впечатление Возможность посидеть в кабине пожарной машины И спасательного БТРа Предоставилась каждому в этот день А узнать и посмотреть, как работает гидравлический подъемник Это всегда интересно Мне понравилось, как сегодня нас обливали водой И как поднимался кран Только он долго поднимается И пожарные, скорее всего, могут не успеть потушить пожар Но очень интересно Мне понравилось больше всего, как делали сначала пену, потом воду А потом мне понравилось еще и в танке Самая зрелищная часть мероприятия – это показательные выступления спасателей-профессионалов Пожарные показали детям несколько способов тушения большого пламя огня Особое удовольствие для ребят – это примерить боевую одежду огнеборцев Как показывает практика, дети именно в игровой форме лучше усваивают правила пожарной безопасности Сегодняшняя акция прошла достаточно успешно Я думаю, что такие мероприятия мы будем проводить гораздо чаще Первый день летних каникул – самое подходящее время, чтобы напомнить школьникам о правилах пожарной безопасности А воспитанники детского реабилитационного центра «Солнышко» в первый день лета Побывали на экскурсии в первой пожарно-спасательной части нашего города Ребятам рассказывали о причинах возникновения огня и его опасности Показали спецодежду пожарного и поведали о его буднях Завершилось мероприятие фотосессии и сладкими подарками В первый день июня в Смоленске отметили 212-летие со дня рождения нашего земляка, великого композитора Михаила Глинки Торжество в честь основоположника русской классической музыки прошло у здания областной филармонии Русский народный оркестр исполнил произведение классика А к его памятнику по давно сложившейся традиции в этот день возложили цветы В Десногорской музыкальной школе имени Глинки состоялся очередной выпуск обучающихся А выпускной – это особое событие в жизни любой школы Многие годы ребята познавали радость от встречи с музыкой и мудрыми педагогами И вот пришло время прощаться На входе школы играет духовой оркестр, создавая праздничное настроение Приятно видеть радостные лица детей, родителей, учителей В этом году обучение в музыкальной школе закончили 23 человека Причем пять из них с отличием Все выпускники были допущены к экзаменам и достойно их выдержали Ребята освоили премудрости игры на фортепиано, баяне, аккордеоне, балалайке, саксофоне, флейте, гитаре, ксилофоне, скрипке Одна выпускница закончила фольклорное отделение После вручения свидетельств об окончании музыкальной школы состоялся большой концерт выпускников Где они показали все, чему научились На празднике присутствовала делегация из венгерского города Гириен Которая первый раз приехала в Десногорск в рамках социально-культурного взаимодействия городов-побратимов Искренне желаем юным музыкантам найти свое место в жизни И при этом не расставаться с самым прекрасным и вечным искусством А сейчас немного о спорте В Десногорске возродили дворовый мини-футбол Турнир «Кожаный мяч» на призы Смоленской АЭС и профсоюза станции стартовал в городе 1 июня В нем принимали участие 9 команд На открытии футболисты сыграли первые матчи Соревнования будут проходить еще две недели и по итогам определят победителя Центр спортивной подготовки «Динамо» «Росатом» получил свой юридический статус в Десногорске И не дожидаясь нового учебного года начинает свою работу О том, какие программы ждут наших юных спортсменов летом Руководители проекта рассказали на общем собрании участников За два года в проект вовлечены все общеобразовательные и спортивные учреждения Десногорска Организаторами проекта выступили клуб «Динамо», администрация города, госкорпорацию «Росатом» представляет Смоленская АЭС У каждого участника разработки свои перспективные планы Атомная станция занимается подготовкой здорового персонала Наш проект направлен не только на развитие баскетбола в городе Десногорске В первую очередь этот проект направлен на вовлечение детей, подростков и всех жителей Десногорска В активные занятия спортом, физической культурой И его цель – привить здоровый образ жизни всем нам, десногорцам Перед началом летних каникул руководители Центра спортивной подготовки Пригласили спортсменов с родителями, чтобы рассказать Какую программу они предлагают всем десногорским школьникам на летние каникулы Наша сейчас главная задача – это чтобы дети, в первую очередь дети города Которые остались сегодня дома проводить каникулы, чтобы они были заняты И баскетбол – это один из инструментов Пускай дети заняты чем угодно, хорошим делом Играют, бросают мячи, собирают ягоды и грибы Только чтобы не шли в те места, куда им не надо идти Программа рассчитана на все три месяца и начнет работать в июне На спортивной площадке в четвертом микрорайоне Всю неделю профессиональные тренеры из «Динамо» будут проводить тренировки и мастер-классы А в субботу и воскресенье – турниры по баскетболу 50 юных спортсменов из команд «Мальчиков и девочек» Весь июнь проведут в профессиональных тренировках на спортивных базах О том, какая программа ждет спортсменов в июле и в августе, мы расскажем в следующих выпусках Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания